По это не получится выучить самостоятельно у 99% и вот почему. Здравствуйте ребята! Давайте сначала разберемся, что мы вкладываем в понятие выучить. Возьмем Google частые вопросы и даже возьмем план. 99% из вас это уже прошли. Ну что, код читаете? Не читаем. А сколько раз при прохождении курсов, при прохождении книг вы открывали исходный код? Ответ будет понятен. Нисколько. Итак, выучить Python, чтобы просто что-то знать, но не писать. Вопрос зачем? Ведь цель у вас была другая. Отвечаю на вопрос. Большинство людей не выучит Python. Почему? Потому что Python только станет на место через лет 10. Остальное все время будет потеряно. Будет перевернута куча книг, будет перевернута куча лекций. В конце концов, начала-то нет. Начала нет. Дам ссылку. Притом, Гоя изучил за два дня. И это правда. Java или Python? Какой язык выбрать? Ребят, человек, который не знает Python, он не будет знать Java. Без разницы. Есть только один способ. Либо вы понимаете любой язык, либо вы вообще ничего не понимаете. Ответ на вопрос, почему не получится, еще скажу. Смотрите, работаем с парнем. C++, Java, Python, Kotlin. Я сказал что-то не так? Ребят, для того, чтобы понять, почему не получится выучить, потому что просто-напросто я знаю, я вам даже скажу, что вы ищите. Большинство ребят отлично уже осознают, ищут способ, что же делать дальше. Я ничего не понимаю, не в Python, а только копирую код. В чем причина? Причина проста. Неверный подход, неверный порядок. Почему человек мог за два дня выучить Го? Он понял одно. Изначально надо менять подход к обучению. Все, это единственное. У него было куча мешанины, куча знаний. После все стало на место. Нашел вход. Я с своими ребятами работаю примерно 6 месяцев. Это дает возможность работать с любыми языками. Понимать, то есть, что делать. Чем отличается моя работа от всех других курсов, школ и прочего? Постоянно работаем с исходным кодом. Мы можем пройти в этом порядке, потом самостоятельно проверить себя. Открыть исходный код и сказать себе, я читаю или нет. Как правило, большинство отлично понимает, что не читают. Но ведь работа программиста всегда имеет всего две вещи. Исходный код, документация. Больше ничего нет. Именно этому надо учиться. Именно с этим я работаю. Хотите ответ услышать на вопрос, почему традиционная система не работает? Почему? Да все очень просто. Все справочники составлены как передача информации от профи к профи. То есть, для зрелого программиста. Но когда мы ставим впереди тип данных, то все прекрасно. К скобочке-кавычке нам обеспечены. Чтение кода нам недоступно. Снова и снова возвращаемся к вопросу, что мне делать дальше, я ничего не понимаю. Вопрос нормальный. Что делать? Сейчас отвечу. Но прежде. Вот это все давно устарело. В чем минусы Python? Ребят, так подождите. Вы все завернуты, особенно молодежь, на GPT-чатах. Это же все на Python написано. Я не агитирую вас только за Python. Но давайте посмотрим мнение профессионала, ведущего разработчика Django. Python зарекомендовал себя как высокоэффективный язык, доступный, очень сильный и в мощных руках экспертов. Почему? C. Пожалуйста. PyTorch. Мощнейшая библиотека, которая работает со скоростью C++. Просто-напросто нутро C++ в привязке Python. Вот вам Python в самом крутейшем виде. Я согласен, что тоже мобильный интерфейс лучше написать на Dart, либо на Java. То, что понравится. Но учить-то надо вместе. Или Java не C подобный. Или Dart не C подобный. Или JS не C подобный. Может просто надо сменить подход и изменить порядок. И просто посмотреть на языки программирования, как они есть со стороны C++. Когда есть правильный порядок, тогда оказывается в любых языках человек находит одно и то же. И понимает. Пункт первый. Что делать? Использовать правильный подход и правильный порядок. А в чем он заключается? Откроете любой исходный код, тут сразу видно. Кроме четырех конструкций, функции, класса, метода, экземпляра, ничего нету. Ни в одном современном языке. То есть, вот вам порядок и подход. Попробуйте позаниматься по моей системе. Где мы будем понимать язык не потом, не завтра, а в данный момент работать над фрагментом кода и находить, читать его в реальном коде. В разных языках программирования. И это будет повторяться по кругу до тех пор, пока вы уверенно не начнете читать код, читать документацию, видеть, понимать. Теперь прямой ответ на вопрос. Почему у 99% людей не получается выучить Python самостоятельно? Потому что чтение книг, которые, как рекомендуют вот здесь многие, это очень удобно для того, чтобы занимать людей Python. То есть, знакомить. Прекрасно. Мы посидели, чего-то там писали, изучали. Да, изучали. Это не работает, ребят. Работает только одно. Но, когда мы постоянно работаем в определенном порядке, то есть четырьмя конструкциями, и постоянно проверяем себя на исходном коде и документации. То есть, то, что реально нужно. Свободное чтение кода. Я дам страницу, перейдите, посмотрите видео, крутая методика. Здесь я рассказал, что есть базовый уровень. Ведь у каждого из вас свой какой-то базовый уровень представления. Приходят ко мне ребята, говорят, ну, сначала пишут, что, мол, ну, я имею базовый уровень. В моем понимании базовый уровень только один. Посмотрите, что я понимаю. Вот это базовый уровень. Другое все. Это просто вы познакомились. Записаться просто. Перейдете на их страницу, посмотрите видео. Купить индивидуально, выбираете план. Трудно выбрать план, пишите на почту. Пока все. Еще один момент. Приведу пример. Попробуйте отсюда выбрать всего четыре конструкции. Все остальное просто будет работать одинаково и пониматься. Расскажу пример на бытовом уровне. Маленький ребенок, его надо научить ходить в магазин за продуктами. Да? Давайте попробуем сделать сначала так, как предлагают нам большинство ребят. Берем сетку и в течение дня рассказываем, что она красная, либо синяя, сетка для чего и так далее. Потом берем карту, выбираем маршрут. Иными словами, ничему ребенок не научится. Просто надо взять за руку и пойти с ним в магазин. Он купит продукты. После этого будет четко понятно, что в сетку кладутся продукты. Как шли, запоминается по ходу. То есть вся логика выплывает. Самое главное действие. Вот эти действия и есть четыре конструкции. Все остальное понимается в... Не в, а как обычная логика. Все просто. Для этого надо просто научиться читать документацию. Попробуйте мой мощный метод индивидуального обучения. И когда вы будете читать код, то ваше восприятие языка будет иным. Порядок изучения языка говорит вам сам язык. Просто вы его не видите. Нужен преподаватель. Нужен человек, который правильно направит. Задаст правильные вопросы. Чтобы вы это поняли. Работать вы будете сами. Потому что мой метод работы. Это чтобы вся информация, все проходила через личный опыт. Метод очень прост. Мы работаем с одним вопросом, пока это не будет читаться в коде. Структуры данных и переменных. У меня немножко другое отношение. Я посчитал за последние 10 лет. Примерно надо задать 400 вопросов и написать 7000 строк кода с учеником, чтобы типы данных стали правильно. Чтобы это перестало быть скобочками кавычки. Чтобы тип данных появился в каждой, в каждой строчке. И чтобы вы это видели, читали и понимали. Это очень просто. Но нужен подход и порядок. У меня все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok